Наш жизненный опыт каждый день ставит под сомнение научный материализм. Шамбала, гибель цивилизации, реинкарнация, карма – эти понятия сегодня становятся частью объективной реальности, которые позволяют адекватно объяснить все происходящее в мире. На Востоке с древних времен знали о существовании владык Шамбалы. В различных учениях их называют по-разному – учителями человечества, вознесенными владыками, владыками мудрости, великим белым братством. Они достигли высокой ступени эволюции и продолжают свое развитие на более тонких планах и своим долгом считают помочь человечеству Земли в развитии его сознания. Способ, которым вознесенные владыки общаются с человечеством, представляют собой передачу посланий или диктовок, которые записываются посланникам, владеющим специальным методом, обеспечивающим прием из высших эфирных планов. Такими людьми были Елена Петровна Блаватская, Елена Ивановна и Николай Константинович Рерихи, Марк и Элизабет Профиты и другие. С 2004 года послания стали передаваться через Татьяну Николаевну Микушину. Владыки говорят о текущем историческом моменте на планете Земля. Татьяна, мы сейчас находимся на рубеже 2013 года. Про 2012 год очень много в средствах массовой информации, такой страшной информации. Тем более, приближается 21 декабря. Вот мы читали твои послания, которые ты принимала. То есть, что ты можешь сказать, вообще, стоит ли бояться нашим зрителям этой даты? Конца света. Я могу только сказать, что пророчества, когда они даются, в них никогда не называются точные даты. И само по себе точное обозначение даты 21 декабря 2012 года уже настораживает. Давать пророчества — это очень опасное дело, потому что мы знаем, что мы живем в дуальном мире. И каждое наше действие, и даже каждая наша мысль, и каждое наше чувство вызывает обратную реакцию пространства. И если мы пророчествуем о каких-то страшных событиях, которые предстоят, то нужно понимать, что люди, которые распространяют эту информацию, они творят очень большую негативную карму. И чем больше людей верит и вовлекается в этот процесс пророчествования негатива, тем большую карму они создают своими вот этими пророчествами. Мы здесь, человечество в целом, обладаем таким качеством, как свободная воля. То есть, два основных закона действуют в этой вселенной — это закон кармы и закон свободной воли. Поэтому Бог не может нам запретить, и никто не может нам запретить действовать так, как мы хотим. И если мы желаем давать негативные пророчества, то Бог не может нам в этом препятствовать. Но мы должны осознавать, что любое пророчество негативное, если оно не от Бога, и если в это пророчество увлекаются миллионы людей, то, соответственно, карма для этого человека умножается в миллион раз. И эту карму человек, который дает негативное пророчество, которое не соответствует планам Бога, соответственно, эта карма должна быть им отработана в той или иной степени. Все больше ученых начинают признавать тот факт, что сознание является физическим фактором, влияющим на ход стихийных процессов. С этим начинают связывать увеличение сейсмической активности и природных катаклизмов. Люди должны понимать, что современные трактовки древних пророчеств могут стать оружием разрушения. Представляем, какое будущее ждет этих пророков, которые буквально запугали наш народ. Но это кому-то выгодно. Сейчас мы включаем любой канал, и там везде идет конец света, квантовый скачок. Мы все оставляем тела, все погибаем. Сейчас даже организовано очень много обществ, я думаю, что это бизнес, где срочно опускают грехи до 21 декабря. Берут за это деньги. Да, берут за это деньги. То есть это что, телевидению это кому-то выгодно? Почему эта информация так распространена? А почему не распространено ничего хорошего? Что как-то хорошо готовится очищать сознание? Это же крупицы в эфире. Но дело в том, что вот та информация, которую дают Владыки через меня, она говорит о том, что 90 процентов информации, которая существует в нашем мире, она не является информацией божественной. И только 10 процентов информации является истиной, божественной. 90 процентов информации, которую мы слышим по радио, смотрим по телевизору, читаем в газетах, в книгах. Это 90 процентов этой информации, это ложь. Почему? Это ложь, потому что действительно сейчас очень сложное время, в которое мы живем. И нужно сказать, что в настоящее время три великих космических цикла как бы накладываются друг на друга. То есть все-таки время такое смутное есть. Но, значит, самый большой цикл, который сейчас происходит, это начало сворачивания иллюзии. Если мы обратимся к индуистской философии, там говорится о том, что Вселенная имеет тот период, когда она разворачивается, это так называемый выдох Брамы. И когда она начинает сворачиваться, это вдох Брамы. И то состояние, в котором находится сейчас окружающий нас мир, это, мы видим, это очень большая иллюзия. То есть это физический мир очень развит сейчас. Это говорит о том, что Вселенная вошла в ту свою точку максимальной иллюзии, из которой должно начаться восхождение. То есть вот эта плотность, которая вокруг нас сейчас, она должна постепенно… То есть все слишком материально, да? Все слишком материально и имеет очень плотные вибрации. И поэтому сейчас наступила та поворотная точка, когда Вселенная должна начать свой восходящий цикл, то есть обратно. И сама эта точка длится миллионы лет, возвратная точка. И мы также знаем о том, что вибрации физического плана повышаются. Вибрации физического плана повышаются, и об этом говорят даже физические показатели, как базовая частота Земли. Мы знаем, что она всего несколько десятков лет назад была 7,8, по-моему, а сейчас она около 12. То есть за какие-то десятки лет эта базовая частота Земли очень сильно, в полтора раза повысилась. И мы знаем, что магнитное поле, наоборот, ослабляется. То есть это притяжение материальных объектов уменьшается? Получается таким образом, что даже данные науки говорят о том, что вибрации физического плана изменились. Наука Вселенной, космология, является одной из самых трудных наук для исследования, так как ее объект Вселенная, и, соответственно, нет возможности из-за размеров объекта и ограничения времени, ведь наша жизнь значительно короче жизни Вселенной, провести эксперимент. Поэтому все научные расчеты не более, чем логика. Однако человечеству, помимо научно-эмпирического способа познания мира, известен и другой путь – откровения. Они записаны в священных писаниях. Согласно самому древнему из них, конец света, а точнее полное разрушение материальной Вселенной произойдет не так скоро. Микушина Татьяна, принимая послание, получила подтверждение. Иоанн Возлюбленный, 13 июля 2006 года. В это сложное время, в которое вы живете, вы постоянно задумываетесь о многих вещах, и особенно о том, каково будущее планеты, и не грозит ли ей очередной глобальный катаклизм. Поэтому очень важным для вас будет услышать, что никакого глобального катаклизма не предвидится. У каждого человека клетки вибрируют на определенной частоте. Если человек находится в здоровых условиях, частота вибраций клеток – что-то порядка 1600-1800 до 2000 колебаний в минуту. Если… Клепка больная, они ниже. Когда человек болеет, то вибрации клеток уменьшаются. Если он находится в городе, больше 1300-1400 не наблюдается в городе вибрации клеток. И, соответственно, когда окружающее пространство, то есть большинство людей живет в городах, допустим, и когда окружающее пространство повышает свои вибрации, соответственно, эти люди чувствуют себя не в своей тарелке. Они чувствуют дискомфорт. Они чувствуют недомогание, различные некачественные состояния сознания. И они пытаются попасть в свою тарелку. Что они начинают для этого делать? Они начинают употреблять алкоголь, никотин, наркотики, заниматься различными видами секса. И они начинают делать именно то, употреблять мясную пищу и слушать некачественную музыку. И они начинают делать именно то, что еще… То есть пополнять себя нужно вибрации. Они как бы не дают себе следовать за повышающимся вибрационным полем Земли. И тем самым они пытаются занизить свои вибрации, чтобы попасть в комфортную зону. И таким образом получается, что люди пытаются искусственно занижать свои вибрации. Но если вся Вселенная идет одним курсом, а люди пытаются удержать то состояние сознания, в котором они сейчас находятся, и не хотят следовать, и не хотят изменять себя и свое сознание… Хотя это естественно его поменять. Сейчас вся природа об этом говорит, что естественно нужно просто присоединиться к этому. Это не должно быть больно, не должно быть страшно. Потому что надо идти по пути с природой. Да. И получается так, что если они искусственно хотят затормозить свое развитие, то у них ничего не получается. Но поскольку таких людей большинство, то естественно мы и наблюдаем вокруг то, что мы наблюдаем. Мы наблюдаем вот этот негатив, который идет через средства массовой информации, через других людей и так далее. Есть такой момент, как отработка кармы. То есть все эти космические циклы, они связаны с определенными моментами кармическими. И когда человек начинает испытывать негативные состояния сознания, страх, депрессию, отсутствие желания жить, еще что-то, это говорит о том, что вот эти негативные состояния сознания — это его возвращающаяся карма. И когда он преодолевает изнутри себя эти негативные состояния сознания с помощью прослушивания правильных образцов музыки, молитвы, мантр, медитации. То есть есть хороший рецепт, если становится страшно, если у вас начинаются деструктивные какие-то, да, деструктивные состояния, которые разрушают ваши... Мы все по природе должны быть счастливы, правда, всегда. То есть если мы не получаем счастья и боимся, есть хороший рецепт, Татьяна. Давайте более четко сформулируем для наших зрителей, что выход очень простой, что нужно делать. То есть если вибрации физического плана повышаются, то человек должен стремиться к тому, чтобы его вибрации соответствовали вибрациям окружающего плана. Для этого как повысить вибрации? Нужно отказаться от мяса, по крайней мере пытаться это сделать. Полностью отказаться от алкоголя, от никотина, от наркотиков, от незаконного секса. И также отказаться от прослушивания неправильных образцов музыки. Но это рок-музыка и какие-то еще современные вот эти виды музыки, которые просто разрушают человека. Нужно слушать классику или звуки природы. Самое лучшее это быть на природе и слушать звуки природы. Татьяна, что мы можем сказать? Вот люди скажут, ну хорошо, а где гарантия, что действительно вся наша Вселенная возвращается в ту точку назад? Назад к Богу, как говорится, да? То есть где гарантия, что это достоверная информация? Как убедиться людям? Потому что если бы люди поверили, что это так, они бы вмиг все бросили, мне кажется. Как убедиться? Ну для этого нужна просто внутренняя вера, внутреннее знание. Или хотя бы просто понаблюдать, задать себе этот вопрос, так ли это, понаблюдать, действительно вокруг все так и происходит, да? Ну просто я хочу сказать, что если человек сейчас не преодолеет вот эти негативные состояния, которые внутри, то это как бы первый этап отработки кармы. Если этого не произойдет, если мы продолжим дальше пугать друг друга, то эта карма будет сходить на физическом уже плане в виде различных ураганов, катаклизмов, стихийных бедствий. И Бог всегда дает возможность нам предотвратить это, предотвратить с помощью правильного поведения. Вы помните Содом и Гамора, Библия? Конечно. Авраам, книга бытия. Бог говорит Аврааму, я уничтожу эти города Содом и Гамора. А Авраам начинает говорить Богу, а если там найдется 50 праведников, уничтожишь ли ты эти города? Бог говорит нет. Ну а если на 5 меньше, если будет 45 праведников, неужели ты уничтожишь эти города? Бог говорит нет, не уничтожу. Тогда Авраам говорит, ну а если будет 30 праведников? Нет, не уничтожу. А если будет 20 праведников? Нет, не уничтожу. А если будет 10? Нет, не уничтожу, и Бог ушел. То есть достаточно 10 праведников, чтобы предотвратить любой катаклизм в данном регионе, в данном городе или в данном каком-то населённом пункте. То есть всего 10 праведников. То есть вопрос в том, как каждый из людей относится к тому, что происходит. И если он делает правильные выборы, то своим сознанием он как бы вытягивает всё место, в котором он живёт. Целый ряд исследователей разных стран мира независимо друг от друга доказали, что пространство Вселенной устроено как голограмма. Это значит, что каждая точка Вселенной содержит информацию обо всей Вселенной и о законах её существования. Если какая-то клетка находится в гармонии с миром, то она получает от него поддержку. Если нет, то начинается процесс её устранения. Так мысли, направленные на разрушение, запускают работу закона устранения источника дисгармонии. Мы знаем о том, что все посвящённые, они всегда были информированы о происходящих циклах, которые происходят на Земле. Но поскольку человечество сейчас находится в эпоху Кали-йоги, и мы оторвались от божественного знания, то получается, что мы можем только косвенно судить по некоторым моментам. 21 декабря 2012 года — это действительно очень важный день, даже с точки зрения нумерологии. Потому что в этот день, если мы сложим все цифры этого числа, мы получим число 11. Число 11 — это революционное число, которое даёт возможность проявиться либо добру, либо злу. Либо оно работает на усиление сил иллюзии, либо на усиление божественных сил. То есть в этот день действительно очень важен. И если мы в этот день приложим усилия и будем находиться в благостном состоянии сознания, если мы будем сосредоточены на высшей реальности, то своим сознанием мы сможем провести в этот мир те тонкие энергии, которые позволят человечеству идти более возвышенным путём. То есть, Татьяна, получается, буквально от каждого из нас зависит то, что произойдёт 21 декабря. То есть мы все должны думать о чём-то хорошем, молиться Богу, чтобы что-то произошло хорошее. Но большинство людей сейчас напуганы. Но вы понимаете, вот противоположные силы. Мы знаем ещё также о том, что сейчас наступает момент отделения зёрен от плевел. То есть мы думаем, что если мы живём в физическом теле долго и счастливо, то это предел наших желаний. Но на самом деле Бог заботится о нашей бессмертной части, о нашей душе. И вот сейчас как раз наступил тот период, когда происходит отделение зёрен от плевел. То есть одни люди предпочитают идти путём левой руки, которые позволяют демонической природе действовать через них. Другие люди, которых, к сожалению, меньшинство, они следуют правильным путём и они приближаются своим сознанием к Богу. И идут тем эволюционным путём, которым человечество и призвано идти. Вот как раз настал тот самый страшный момент, что тогда, может быть, придётся отделиться нашей вечной душе от тела 21 декабря. Дело в том, что срабатывает такой механизм, что если большинство человечества очень захочет, чтобы 21 декабря произошёл конец света, то конец света произойдёт. Может быть, те 10, о которых говорил Господь, да. Но если мы найдём всего 10 праведников, то тогда, конечно, ничего не произойдёт. И вопрос в каждом из нас в том, в каком состоянии мы пройдём 21 декабря. Наше будущее создаётся сегодня от того, что кто-то сегодня представляет себе лучший мир, этот лучший мир однажды становится реальностью. Всё хорошее, что у нас есть, было когда-то придумано или увидено в сновидениях нашими предками. Идеи сначала пришли им в голову и только потом осуществились. Свободная воля человечества сможет изменить будущее к лучшему. Надо только, чтобы 7 миллиардов людей поверили в одни и те же счастливые предсказания. Вдохновляющее интервью у нас получилось. И я думаю, что страх у нас уже прошёл. Хочется побыстрее, чтобы настала 21 декабря, и встретить её в хорошем умонастроении. Но мы знаем, что окружение иногда мешает нам правильно проникнуться правильным умонастроением. Вот я ещё раз хотела бы, чтобы в заключении программы ты сделал общий вывод и всё-таки нашим зрителям дала настоятельные рекомендации, как встретить не Новый год, а сначала 21 декабря. Как встретить? Редко, когда человек, который всю жизнь не занимается никакими духовными практиками, один раз в жизни 21 декабря сможет сохранить тот уровень сознания, который необходим. Надо готовиться. Поэтому нужно готовиться и очень тщательно. Наргизируйте прямо сейчас. Нужно готовиться каждый день. Нужно пытаться каждый день, несмотря на то, что происходит вокруг, сохранять позитив, сохранять позитивное состояние сознания, сохранять радость, сохранять Любовь. И вот несмотря ни на что, что бы ни происходило, что для этого нужно? Может быть, нужно быть на природе, может быть, нужно слушать музыку, мантры, звуки природы, может быть, нужно смотреть картины, может быть, вдохновляющие какие-то фильмы, которые вас вдохновляют. Но нужно использовать все инструменты, которые необходимы для того, чтобы поддерживать уровень сознания. Это единственное, что нужно делать.